Господа дамы, в сегодняшнем блоге мастерской хочу рассказать вот такую историю. Это просто для себя я оставляю заметки, чтобы потом о них когда-нибудь вспомнить. Сегодня хочу поговорить про систему охлаждения. Значит, вот этот ноут после сторонней мастерской, значит, на нем был постоянный перегрев. Его отнесли. Вот я, кстати, за это не ручаюсь. То ли это сторонняя мастерская, то ли это просто он кому-то своему знакомому отнес, но заменили на нем термопасту. Нормально в целом заменили, а он продолжил греться. И первое, что бросилось в глаза, что лопасти вентилятора не почистили. Это ладно, фигня. Сейчас они уже более-менее продуты мной. Но он типа продолжал греться у него, у человека. Первое, второе, точнее, что в глаза бросилось, не бросилось, а точнее, на чем хотел сделать акцент, что я подумал, что это будет трубка. Но и трубка проводит. Простейшим тестом трубка проводит. И вроде как бы и даже не искоревлена. Ба, думаю. Отчего ты тогда перегреваешься? А перегреваться, собственно, ну тут AMD A4, он, в принципе-то, должен греться, но не перегреваться. А оказалось, что на верхней крышке, на топ-кейсе, вот эта штука, я не знаю, как это правильно называется, вот это вот вырезанное в металле технологическое отверстие, ведущее к клавиатуре, является то ли... Ну, в общем, она является препятствием на пути выхода воздуха. Он же вряд ли через нее затягивает воздух, скорее всего, затягивает... Нет, кстати, он может через нее затягивать, да? А выдувает через отверстие с тыла. И он был полностью забит. Я его сфоткал, не забуду, фотку вставлю, если, конечно, не лень будет монтировать. Но он был полностью забит. То есть, сняли топ-кейс, сделали... Заменили термопасту. Видимо, вытащили отсюда, пышили что-то, я не знаю, потому что она более-менее была чистая. Опаси не почистили, но... Вот эту штуку оставили полностью забитой. Компрессор, конечно, прекрасно с этим справился. Вопрос в том, почему не заметили. Может быть, потому что остальная часть была чистая, и на это не обратили внимания. Сейчас соберем, посмотрим, что тут будет с температурами после этого. Но я думаю, что все будет норм. Мы, кстати, здесь пару лет назад меняли батарейку к МОЗ. И уже этот инженер не работает. Но это, может, два или три года назад было. И мне кажется, или здесь флюс неотмытый. Позорище. Хорошо, что не я делал. Ну, блин, тут гореться даже нечему. Чего ж он перегревался? Ладно, сейчас соберем, будет видно. Спасибо всем, кто посмотрел. Спасибо за то, что есть возможность мне оставлять себе такие заметки, чтобы потом через время к ним можно было возвращаться. Вступайте в нашу группу ВКонтакте. Ставьте лайк под видео. И подписывайтесь на канал. Субтитры сделал DimaTorzok Продолжение следует...